Особое мнение на 101FM Я присутствовал на комиссии, которую вы возглавляете в общественной палате, когда разбирался большая проблемная история в Богородском, когда этот конфликт, который длится уже не первый год, превратился в то, что Богородское было не готово абсолютно к отопительному сезону, не было дров, не готовы были, не знаю, насколько котельные, но не готовы было, в общем, предприятие к этому сезону. Конфликт продолжался, люди могли пострадать. Я видела и следила по вашему фейсбуку, как активно вы и в течение этого года, и в течение этого месяца участвовали в решении этой проблемы. Пожалуйста, расскажите о том, какова ситуация, какой она была и какая она сейчас. Потому что Богородское — это не один объект, таких много. Это понятно. Значит, на сегодняшний день, вот сегодня запускается тепло в детский сад в Богородском котельной, заработали, стимул вернулся. Стимул — это то предприятие? Ресурс, основываясь, единственная в течение 20 лет последних, которая занималась обеспечением поселка и теплом, и водой, и водоотведением, во главе Любова Александра Михайловича. Там произошел конфликт, Любов ушел на пенсию, предприятие директора не нашло и практически зависло. МОП создан не был вовремя, и поэтому, когда мы поехали 15-го числа комиссии уже с представителями ЗАГСобрания, с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, был приглашен на совещание прокурор, мы проехали, посмотрели. В принципе, котельные были готовы, дрова были уже завезены порядка, ну, полторы тысячи кубов было завезено дров. Это порядка 20-30 процентов, ну, хотя они были не оформлены, и ситуация была, когда мы туда приехали, ситуация была вообще нулевая. То есть предприятия нет, МУПа нет, дрова на сохранении, и нам на этом совещании удалось развернуть, убедить Любову Александра Михайловича вернуться и провести отопительный сезон 18-19 года, постепенно передавая полномочия МУПу, которые должны до конца года создать местные власти. И на сегодняшний день, вот вчера был на связи, сегодня они начинают отопление поселка. То есть ситуация разрешилась, мы даже не ожидали, что мы этого добьемся. Спасибо, конечно, Александру Михайловичу, он все-таки принял правильное решение, вернулся с пенсии на отопительный сезон 18-19 года. Давайте проанализируем эту ситуацию, потому что она показательная. Еще раз напоминаю, что Богородская не единственный пункт в Кировской области, не единственный муниципалитет, где есть эти проблемы и были эти проблемы. Как могла сложиться такая ситуация, что к началу отопительного сезона было чисто поле, что называется, никак не могли разрешить ее? Ну, я считаю, что все-таки жизненно важные вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, что такое коммунальное хозяйство? Коммунальное хозяйство – это слово «общее», общие проблемы народа всего. Значит, в нашем северном краю основа жизни – это тепло, вода. Эти вещи все-таки должны быть под контролем государства. В обязательном порядке и с участием государства в этих предприятиях. Пускай там это будет даже не контрольный пакет, но блокирующий пакет должен быть точно у предприятия. У государства. У государства, в предприятиях, занимающихся этими видами деятельности. Дальше. Я все-таки считаю, что вот, допустим, конец 80-го, 90-го, когда я работал в областном управлении ЖКХ, возглавлял авториндиспетчерскую службу, у нас была одна функция. Мы занимались контролем подготовки области к зиме. И вся Россия централизована, собиралась информация, вычленялись проблемы. Тогда еще компьютеров-то не было. Я почему и ушел? Потому что я продумал программу компьютеризации этой всей системы. Мне сказали, денег это нет, и работай так. И, в общем, не получилось создать то, что хотелось. Но на сегодняшний день с тем уровнем, как мы говорим, IT-технологий, я на сегодняшний день думаю, что компьютеры вообще могут управлять. Уже машины ездят без людей, а мы не можем собрать информацию централизованно, где какие проблемы в каком-то населенном пункте по отоплению, где задвижки не хватает, где что, где какие проблемы. Где помочь-то людям, просто помочь, что государство обязано тепло дать. — Вот я и сказала, что у нас есть проблемные зоны. И Стрижи, и Безбожник, и Костин, это самые такие вопиющие. — Нет-нет-нет, в Костино нет проблем. — Белая холуница, мураши. — В Костино проблемы нет, Светлана. — Ну вот вы меня сейчас поправите, но они озвучивались. Почему нас все время трясет? 21 век на дворе. — Потому что я вам уже вот только что сказал. Значит, русская пословица, да, тихо запрягаем, но быстро едем, здесь не получается. Нужно готовиться к отопильному сезону. Сначала отопительного сезона. Готовиться к следующему отопительному сезону. Анализировать, контролировать, учитывать, планировать подготовку следующего отопительного сезона. Здесь должен опыт передаваться, то есть, ну вот, Безбожник. Забитый, там все котлы уже забиты, топит человек улицу, просто дрова вылетает с трубы, а отопление, тепло не идет людям, да, у него огромные затраты. Человек не понимает. Значит, ну здесь государство должно вмешиваться, да, то есть для этого есть рычаги разные у государства. Потому что это ведь не торговля булочками там на празднике, да, там, это отопление населенного пункта. В Стрижах ситуация сложная, да, то есть из-за того, что там на стадии банкротства, ну там тоже решаться, там вчера я разговаривал с главой района, значит, ситуация решается, я думаю, что они войдут все равно в отопительный сезон. Но хотелось бы все-таки видеть, чтобы это входилось так плавно, красиво, подготовлено, со всеми, ну это основа зимы, бятской, правильно? Как без теплоты. Кроме того, что есть конфликт между предприятиями, которые по подряду, по контракту работают с государством и занимаются отоплением, назывались такие проблемные зоны, как рост цен на мазут и на дрова. То есть заложено в бюджете одно на закупку дров и мазута, а цены возросли значительно. Это к чему ведет? Это ведет к банкротству предприятия, ресурсообеспечивающие, да, снабжающие организации. Тариф у него утвержден на год. В рамках этого тарифа она не может производить изменения, да, в течение года. А все остальное растет. Значит, если, извините, государство регулирует тариф, значит, оно должно регулировать все составляющие этого тарифа в течение года. И это уже федеральная государственная задача? Конечно, это проблема федеральной власти. Тарифы, если мы ставим задачу, это не только в ЖКХ, если мы ставим задачу, мы должны предусмотреть все необходимое для ее выполнения. Не важно, где там, в любом виде деятельности. Если ты говоришь, там, ребенку, там, сходи, купи хлеб, принеси хлеба, ты должен дать ему денежку на хлеб, правильно? А не так, сходи, принеси хлеба. Согласны со мной? Согласны. Поэтому здесь участие государства в таких важных вещах, как отопление, вода, снабжение, в первую очередь, что разрушают, да, когда осаждают город? От коммуникации всего, да, то есть на сегодняшний день. А вы видите, что ситуация меняется? Что вот эта система, это же не первый год такая ситуация, она десятилетиями длится. Да. Что эта система, которая пришла вот сейчас, судя по моим ощущениям, она вот в разрухе просто находится. Что принимаются какие-то серьезные шаги и решения для того, чтобы мы вышли все-таки на современный какой-то путь развития. И у нас не возникали такие ситуации, когда то дров нет, то мазута нет, то котлы не почищены, то человек на пенсию ушел, а государство, значит, не при делах. Меняется что-то сейчас? Не знаю. В правительстве что-то делается? Пока я не вижу. Пока я не вижу. Ну, вот все-таки, вот знаете, у нас любой бизнес, любое предприятие открываешь устав первое, да, для чего создано предприятие? Для получения прибыли, да. Любое предприятие создается для получения прибыли. Вот в уставах этих организаций первое должно быть не получение прибыли, а обеспечение людей жизненно важным ресурсом. Но тогда это точно не бизнес, тогда это точно государственная структура должна быть. Точно государственная. Нет, пускай она будет, пускай это будет... ГЧП. Государственная частная партнерство. Да, государственная частная организация, да, с участием государства обязательно, чтобы государство могло блокировать решение какое-то частника. Пускай участник зарабатывает. Хорошо бы государство и собственные решения вовремя умело блокировать, потому что регулирование цен на мазут и дрова мы видим, что не происходит. Сначала один тариф устанавливается, потом другой. Вы же понимаете, грубо говоря, государство говорит, гигакалория стоит рубль, утверждается тариф в январе, в марте в два раза поднимаются цены на это, предприятие приходит к банкротству, кто за это отвечает? Нет, предприятие не виновата, потому что ему ограничили отпускную цену. И в таких условиях бизнес действовать не может? Не может. И ваш прогноз, и в следующем году мы тоже будем разрешать такие проблемы всем миром, что называется, потому что общественная палата и комиссия по ЖКХ просто не вылазила из этой ситуации. Жители Богородского уже обращались. Я все-таки, да, я все-таки думаю, что выводы делать надо, и надо первое, значит, да, все-таки, как любую болезнь, как лечить, да, диагноз у нас сначала поставить, да, то есть наладить контроль, сбор информации, контроль, учет и анализ, да, допустим, этого года, правильно? Что к следующему году что-то изменить в системе управления государственного участия в этой системе. Но справедливости рады, я надо сказать, что правительство заверило, что все хорошо, отопительный сезон пройдет прекрасно, однако каждый раз накануне сезона все время возникают критические ситуации и в процессе тоже, между прочим. Ну, значит, как бы, когда... Может быть, ошибки какие-то свои научиться уже признавать. Единственная система, ну, понимаете, у нас же еще произошло разделение власти, да, грубо говоря, у нас есть муниципальная власть, да, и государственная власть, да, есть закон о разделении, ограничении полномочий властей, да, муниципального и государственного. Вот здесь, как мы говорим, школы, наконец-то, да, с 19-го года переводят в государственную собственность, немножко на муниципалитеты нагрузка снизится, как бы, да, по содержанию школ. Но вот такие вещи, как отопление... Тоже нужно перевести. Это, я считаю, что государство обязательно здесь должно контролировать, это жизненно важно, еще раз повторю, это жизненно важная проблема для нашего края северного. Нельзя на севере, значит, так, относиться к теплу. То есть, либо ОМОПы, либо ГЧП и полный контроль государства. Это уже, как бы, я здесь не советчик, да, существуют разные формы, надо выбрать, значит, люди этим специально занимаются, люди, надо подойти к этому грамотно и выбрать ту форму, которая будет... Реформа нужна в этой отрасли? Я считаю, да, конечно. Мы продолжим разговор после короткого перерыва. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Александра Булдакова, члена общественной палаты Кировской области. Особое мнение на 101FM Да, эта программа «Особое мнение», веду ее сегодня я, Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Александр Булдаков, член общественной палаты Кировской области, член правления Союза строителей Кировской области. Раз мы заговорили про муниципалитеты, то, наверное, вы, как в том числе член комиссии по аграрным вопросам общественной палаты Кировской области и развитию сельских территорий, не могли не заметить, что пошел какой-то просто, не знаю, звездопад глав муниципалитетов и глав районных дум. Увольняются люди, уходят по собственному желанию или возникают конфликтные ситуации. Вот у нас один из примеров происходящего в муниципалитетах. Глава Куменского района Александр Рылов подал в отставку. И со слов Сергея Мамаева, депутата областного законодательного собрания ТКПРФ, в кулуарных разговорах с депутатами Александр Рылов отметил, что еще пять глав районов готовы оставить свои посты. Связывает он это с банкротством муниципалитетов. Что скажете? Ну, у нас, со слов Сергея Павлиновича Мамаева, много разных домыслов звучит в средствах массовой информации. Значит, то, что Тарылов сказал, никто не слышал, кроме Сергея Павлиновича. Значит, ситуация, она на сегодняшний день сложная в муниципалитетах. Почему? Потому что идет, мы же видим, идет реформа. Как бы там и школы забирается, значит, и региональный оператор по бытовым отходам. Значит, вот эти очень много разных изменений начинаются, значит, да, которые доходят до муниципалитетов. И не каждый руководитель, вот я сегодня с двумя встречался руководителями районов, значит, не каждый может, не хочет даже, не то, что может, не каждый хочет слишком сильно грузиться, перестраиваться. Ну, Тарылов, пенсионер, военный, ну, как бы, ну, человек сказал, я ухожу. Я устал, я ухожу. Я устал, я ухожу, ну, пусть сработают другие. Я не знаю, какая ситуация, я не могу сейчас говорить публично, значит, какая ситуация в Кюминском районе, потому что я не владею информацией, я не могу владеть всей информацией во всех вопросах. Ну, вот с теми главами, с которыми вы встречались, они что говорят? Люди работают. Ну, люди работают, это понятно, куда они денутся. Люди работают, отопительный сезон готовятся, учебные заведения работают. Вы сейчас говорите как член правительства. Да, нет, Светлана, значит, я всегда говорю так, как я говорю. То есть нет проблем в муниципалитетах? Они не находятся на грани банкротства? Нет, они есть проблемы, я финансовую составляющую муниципалитетов не знаю. Я сразу говорю, я не владею этой информацией, но люди работают, котельное тепло запускается, школы функционируют, дети учатся, больницы работают, сложная у них ситуация. В чем сложность заключается? Я считаю, сложность в том, что не хватает, наверное, ресурсов финансовых. Денег нет у муниципалитетов? Нет денег, да. Почему? Потому что, ну, ведь у нас как устроена система? У нас же деньги уходят в Москву, в область, какие-то налоги потом распределяются обратно. Значит, денег, может быть, не хватает. Я не вникал в составляющую финансовую бюджету. А сами муниципалитеты способны зарабатывать? Не каждый муниципалитет может зарабатывать. Но я считаю, что чтобы все-таки человек, значит, глава района, допустим, да, или глава там поселения какого-то, да, но это все-таки человек, такой, скажем так, лидер, да, целой территории, и у него должен быть какой-то ресурс. То есть я считаю, что часть налогов надо оставлять муниципалитетам, да, чтобы у него была какая-то своя, вот, какие-то деньги свои должны быть, и не маленькие. И вот эта ситуация как раз обсуждается, потому что никто не снимает обязательств по обеспечению, там, да, социальными услугами населения, никто не снимает обязательств по развитию, по поддержке того и сего, а денег никто больше не дает. И вот здесь дилемма возникает перед главами муниципалитетов. Как со всем с этим справиться, как выполнить все требования при таких бюджетах? Ну вот я вам уже в начале разговора это и говорил, да, если ставится задача какая-то, неважно где, значит, она должна быть подтверждена и обеспечена ресурсом, неважно каким, но необходимым для выполнения поставленной задачи. То есть нужно внимательно посмотреть на перераспределение ресурсов денежных в государстве? Ну я считаю, что все-таки бюджет надо формировать снизу, да, а не сверху, как бы. Вот потребности людей, то есть задачи, нужно формировать задачу под конкретные деньги. Вот надо жить посредством, да, есть такое выражение, живите посредством. Вот они и живут посредством, сколько дали? Значит, минимальный уровень, он должен быть государством определен, да? То есть минимальный уровень снабжения муниципалитетов финансами? Минимальный уровень жизни, да, он должен быть обеспечен государством, как бы, да? Жизнь каждого человека? Каждого человека. Государством. То есть как-то это должно перераспределяться. Он обеспечивается минимальный уровень. Вот мы и живем на этом минимальном уровне. Он обозначен и обеспечен. Вы знаете, минимальную зарплату, минимальную пенсию, минимальные объемы. Я просто считаю, что житель Москвы и житель Арбажа, да, какой-то минимум, да, усредненный, должен получать одинаковое. Это вы сейчас как раз вот говорите про другое уже. Там не минимальный уровень обеспечен, который так обеспечивается, а выровнять как-то эту ситуацию по стране. Да, потому что в одном месте густо, да, а в другом пусто. И задача государства, я считаю, что как раз выступать здесь регулятором, да, чтобы перераспределять. Выйти за границы Московской области. Да, наверное, так. Продолжаем разговор. Это особое мнение Александра Булдакова, члена Общественной палаты Кировской области. И мы обсудим вчерашний эфир. Напоминаю, была программа «Урбан». В нее приходили глава региона Игорь Васильев и сети-менеджер Илья Шульгин. Среди планов, которые были озвучены и ранее, и на этом эфире, и губернатором, и сети-менеджером, были и генплан новый, и коммуникации новые, и проектирование оврагов засора Ежовского озерно-родникового комплекса, необходимость устройства пешеходных зон, велодорожек, изменение транспортной системы, строительство спортивных и культурных комплексов в каждом районе города. А масштабный проект по реконструкции района Вересников, много чего не было еще озвучено. Как вы оцениваете направления, которые обсуждают и планируют реализовать власти? — Значит, Игорь Владимирович и Илья Вячеславович, я считаю, что такая свежая струя в движении в Кировской области. Но есть маленький нюанс, это моя точка зрения, значит, здесь нужна серьезная команда, здесь нужна серьезная команда и планирование, вот все, что задумано. Почему? Потому что существует последовательность, я строитель, в строительстве существует последовательность, нельзя крышу сначала взять, а потом фундамент подводить. — Значит, здесь задумано очень многое. На сегодняшний день, допустим, мы делаем дороги, а завтра мы будем тянуть провода, закладывать тротуары. Мы сейчас, да, везде благоустройство тротуары, да, это красиво, это видно, но завтра мы начнем закладывать сети канализации, завтра начнем прятать провода под асфальт, под тротуары. Значит, это мы снова начнем все ломать, начнем это все ломать, опять нужны будут деньги, опять на это же... Вот здесь, чтобы не произошло ошибки, здесь надо четко спланировать последовательность выполнения задуманного. То есть по порядочку все должно быть, да? Вот, а не так, что давайте это сделаем, оп, потом, стоп, еще надо вот это сделать. А чтобы сделать это, надо сломать это, вот этого, чтобы не получилось. А так, проекты все такие мощные, как бы, да, вятка такого, ну, даже раньше не то, что не планировало даже, да, даже разговора такого не было, да, там, значит, там, сделать суперпарк, допустим, там, в Ежовском озерно-родниковом комплексе, да, или там вересники, да, из вересников, там, из болота этого, да, трущобы, кто там бывал. Это вообще трущобы, там, значит, сделать современнейший, да, берег Вятки, низкий, да, низкий берег Вятки с выходом, он единственный у нас здесь на территории, потому что кругом у нас крутые берега, и только на Вятке у нас есть, в Кирове есть единственное место, это вересники, но еще заречный парк, где можно, грубо говоря, там сделать что-то такое, вообще развить эту территорию. Вот, кстати говоря, этот проект по вересникам, точно так же, как и по заречному парку, сколько позитивных откликов вызывает, потому что все хотят видеть красивую территорию, развитую, потому что действительно близость к реке, природные условия хороши, столько и критики, кстати говоря, в том числе и от ваших коллег-строителей, как можно на таких низких местах, которые подмываются там рекой, вообще что-то планировать, что скажете? Ну, на сегодняшний день, ведь, ну, Петр вообще на болоте Петербург построил, правильно? Вообще на болоте, да, и не имея там 300-тонных кранов, там, 50-тонных самосвалов, да, на лошадках Питер построен, да, на сегодняшний день это вообще не проблема, я считаю, да, то есть, если правильно просчитать там все, сделать береговое укрепление, сделать повышение, отсыпку грунтом, то существуют технологии, свайные там разные, ну, много разных технологий, когда можно там это все построить. То есть вы поддерживаете такой план? Я поддерживаю. Считаете, можно реализовать? Я считаю, да. Второй вопрос, который возникает по таким крупным проектам, это денежные средства, и если мы про дороги, тротуары и сети, которые под землей, более-менее все понятно, это федеральные большие программы, это концессионные соглашения, то про освоение таких больших территорий, как лесники и жесткий озерно-родниковый комплекс или засора, непонятно, откуда можно взять деньги. Значит, вот смотрите, я... Сейчас начнем, через минуту прервемся. 25 лет назад на болотине, на краю леса купил 10 соток земли, я их потихоньку благоустраиваю, у меня уже там и пруд, у меня там и сосны уже по 20 метров выросли, и все, тихонечко-тихонечко у меня там появляется такой раек. Вот если мы сейчас скажем, нам надо за год сделать вересники, не надо делать за год вересники, давайте мы за 30 лет его сделаем, за 50 лет давайте сделаем вересники. Почему? Вот у нас в последнее время ничего не нравится, надо все за 5 месяцев построить садик. Да не надо за 5 месяцев строить садик, потому что вы завтра будете его ремонтировать, потому что он начнет усадку давать, трещины пойдут, там много чего там. Ну потому что, когда идет скоростная, круглосуточная работа, потом это надо будет исправлять. Так, вот сейчас мы прервемся, я первый пункт поняла, что, во-первых, нужно правильно планировать время, сроки этих работ, не надо спешить. Еще наверняка есть какие-то замечания по этому поводу и рецепты, но мы их озвучим уже после короткого перерыва. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение», в микрофон работает Светлана Занько, свое особое мнение высказывает. Сегодня член Общественной палаты Кировской области Александр Булдаков. Итак, мы продолжаем разговор о больших планах по глобальной какой-то такой реконструкции города, планах, приуроченных к 650-летию. Хотя вчера, кстати говоря, снова я отношусь к вашему первому замечанию по поводу территории вересняков, оврагов засора и прилегающих к ним, когда вы сказали до перерыва, что нужно поступательно, не надо торопиться, поступательно действовать. То же самое вчера сказал Илья Шульгин, он сказал, что не надо торопиться, и Васильев тоже сказал, что нужно правильно планировать и делать это частями. Это связано в том числе и с деньгами. Не слышал одинаково, думаю. Говорили, да, они. Вы сказали, что вот прежде всего фактор времени. Не надо бежать и прямо завтра пытаться что-то сделать, потому что это чревато серьезными ошибками, потом не наисправляешься, что называется. Что еще? При каких условиях такой проект можно реализовать глобальный? Вересники. Вересники, Завсора, Ежовская. Это все вместе. Ну, здесь надо продумывать. Надо, во-первых, значит, сделать хорошее изыскание, да, провести, вот как бы сейчас закинутая идея, что там можно сделать, да. Ну, первое, если уже идея такая возникла, нужно провести гидрогеологические, геологические, топографические изыскания, да. Сложная территория, техническая подготовка должна быть серьезной. Надо посмотреть, значит, на уровне задумки, что вообще, какие грунты там, да, водонасыщение, уровень грунтовых вод. Вот это все надо продумать, посмотреть, и тогда как бы вот уже определяться, значит, что там вообще можно, да. Ну, вот смотрите, прошли технические. Может, там можно, как в этот самый, там, в Диснее построить, там, этот самый суперконцертный зал, да? Почему нет? На берегу Вятки, да, с видом на Вятку. А вот где мы нашли место для концертного зала. То есть, сначала техническая подготовка, делать все не спеша, прорабатывая каждый вопрос, а дальше все-таки где деньги на такую большую территорию взять? Ну, где деньги? Федеральных программ под такую территорию пока что нет. Работа с инвесторами в Кировской области, а это пока что такой миф? Вложение частных денег в подобную территорию. То есть, в Кирове не то, что миф, этого просто не было никогда. Ну, вот здесь, смотрите, значит, опять же, мы говорим абстрактно. Как строителей заинтересовать? Нет, подожди, подожди, мы говорим опять абстрактно это пока все. Значит, вот на стадии, я считаю, что территория есть, она привлекательная. Нужно провести, во-первых, геологические изыскания, как я сейчас говорил, во-вторых, концепцию примерно в рублях. Но никто не знает, сколько это будет стоить. Что мы хотим? Можно построить на 100 миллионов, да, можно построить на 100 миллиардов, да, можно построить там... Надо определиться. Надо же потом, чтобы все это работало. Вы говорите, где деньги взять? Вопрос сразу такой, сколько денег? Ну, чтобы деньги не имеют... Я думаю, что не такое. Я думаю, что не такое, не сколько денег, а на что вообще? На что? Что там будет? И сколько денег, да? И сколько потом, то есть на что посчитали, что нам надо тут построить второй Дисней, значит, да, там, это, 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 нам надо триллион, да. Или элитный жилой микрорайон. Да. Элитный жилой микрорайон. Или мы делаем вятку, значит, там Казань у нас спортивная столица, да, а вятка у нас, значит, там шоу, как это, я не хожу на концерт, как это называется, когда концерты, вот эти песни поют, там все эти... Эстрадная? Эстрадная, культурная. Эстрадная, культурная, странная концертная столица России, да, и построить здесь, вообще застроить тут, на вятке построить еще где-то, настроить это, и пускай мы в центре находимся, да, с Урала сюда тысяча километров, с Москвы сюда тысяча километров, да, там, с Усинска сюда тысяча километров, да, там, с Усинска сюда тысяча километров, ну, пуп земли здесь, ну, Европа. Человек, который поддерживает идею Игоря Васильева. Вятка, концертное шоу, я не знаю, столица Российской Федерации. У нас же должна быть какая-то изюминная. Концепция должна быть. Да, продолжаем разговор. Это особое мнение Александра Булдакова. Мы сейчас следующий вопрос обсудим. В Кирове количество помоек растет. Пишет об этом Николай Пехтин. Мы это тоже обсуждаем многократно. Но почему я ссылаюсь на Николая Пехтин? Он вчера опубликовал у себя в Фейсбуке ссылку на материал по Челябинску, где пишется о том, что в Челябинске ситуация точно такая же. Мусорные свалки у контейнерных площадок. Просто один в один, как у нас. Кому интересно, зайдите на аккаунт Николая Пехтин. Он открытый и можете посмотреть эту ссылочку. И там автор утверждает, что делается это намеренно с целью взвинтить цены на вывоз мусора. И все это в преддверии этой мусорной реформы. Николай задается вопросом. Может, это и у нас делается для того, чтобы взвинтить цены на вывоз? Вы не можете не замечать, что у нас у контейнерных площадок сейчас горы мусора. Ну вот они начали появляться пару месяцев назад практически. Значит, здесь произошел... Я так думаю. Здесь произошел вот этот провал финансовый по оплате стоимости услуги. По вывозу мусора? По вывозу мусора. То есть, по весне он залетел, значит, официально до 260 рублей, а с августа месяца он резко упал до 16 рублей. На уровне закона. И получилось то, что люди по 260 счета повыписывали. Деньги не собрали. Управляющие компании? Нет. А кто? Спецавтохозяйство. САХ. Да, САХ. Налоги заплатили за квартал. А потом раз резко с августа, да, по 16 рублей, то есть в 20 раз почти, да, там, в 15 раз упало. И вот я так думаю, что вот этот срез, грань вот эта, да, то есть обрывчик такой, вот эти все пограничные, как это в радиотехнике, пограничные зоны, да, полупроводниковые, да, вот здесь вот как раз или усиливается, да, что-то, да, или наоборот, принцип транзистора. И вот как раз на этих срезах, вот сейчас посмотрим, что будет с Нового года, да, когда там... Подождите, подождите. САХ заявлял здесь у нас в эфире, что происходит это в основном из-за недобросовестных управляющих компаний, расплодившихся в городе. Ну, как бы вам сказать, управляющие компании говорят, САХ виноват, да, САХ говорит, что управляющие компании, ну, у нас когда-нибудь кто-нибудь сказал, что это мы виноваты. Вы слышали это хоть раз в прямом эфире? Нет? Ну, вот то, что вы говорите, объясняет, почему одновременно по всей стране появилось такое количество. А потому что одновременно по всей стране произошло резкое увеличение по зиме платы за экологический сбор, а потом резко с августа месяца упало по всей стране в 15 раз. Поясните мне, пожалуйста, еще раз эту схему. То есть вот такие предприятия, как спецавтохозяйство, которые вывозили мусор, они заплатили большие деньги, да, а потом не смогли собрать эти деньги с управляющей компанией, потому что тариф упал, и управляшки могут поэтому тариф уплатить вот столько, в разы меньше. Да, и началась разная, там, мы и контейнера, мы возили там каждый день, начали возить через три дня, ну, то есть людям надо, чтобы не обанкротиться, нужно снижать затраты, да, как их снижать? Вот, если здесь посерьезно начать разбираться, то, как бы, вот, я думаю, что вот это проблема такая, а не потому, что с 19-го года у нас, значит, будет новая система, ну, я ее называю налогообложения, да. Да, подождите про 19-й год, но сейчас вот этот разрыв, управляющие компании, они на основании закона сейчас и платят по этой низкой штрафе. Конечно. С них нельзя стребовать больше денег, они не могут с людей собрать больше денег. А сах, которые вывозят, или другие хозяйства, которые вывозят, они потерпели большие убытки, и сейчас их компенсируют тем, что реже вывозят контейнеры, и меньше контейнеров. Я считаю, это моя точка зрения, да, я считаю, это так. Так это провал опять государственной политики, получается, вот этого решения странного? Ну, наверное. Этого странного решения. И мы в этом коллапсе будем до какого времени-то пребывать? Потому что я понимаю основания и тех, и других действующих лиц. Я думаю, до Нового года. До Нового года. А что случится? А с Нового года там уже у нас будет единый региональный оператор. А тариф? Сбор тариф будет уже с каждого человека собираться, но на сегодняшний день там тоже пока, грубо говоря, вопрос еще не решен, никто еще не знает, ни тарифов нет, ни схемы нет, ничего нет пока еще. Все встали в какой-то вот такой непонятный, потому что это тоже серьезный вопрос, который надо на сегодняшний день решать. То есть бесполезно Илье Вячеславовичу Шульгину стучать кулаком по столу и требовать от управляшек убрать мусор? В этой ситуации она неразрешимая? Нет, ну вы понимаете, я вот, вот маленький вопрос, значит, как бы, маленький нюанс такой. Значит, я все-таки считаю, что как бы вообще стучать никто никуда не должен, да, ни кулаком там, нигде, да. Есть, допустим, правило, да, то есть когда начинают на управляющую компанию там стучать, почему бардак во дворе, допустим, да, дома, а если у управляющей компании нет договора с собственником на устранение этого бардака, почему начинают стучать кулаком на управляющую компанию? Стучите на собственников, почему они не платят? Но в данном случае не в собственниках дело, а вот в этом разрыве, о котором вы говорите. То есть ничего здесь не сделать до Нового года? Я думаю, что, Светлана, ничего здесь не сделать. Понятно. Последний вопрос. Вчера в нашем эфире Сергей Мамаев заявил, что городским властям нужно заняться ликвидацией подпольных борделей в городе. Сергей Павлиныч их насчитал около 200. Вы как считаете, эта проблема действительно актуальна в нашем городе? Если да, то кто ее должен искоренять? Я не знаю, как Сергей Павлиныч сосчитал. Он не сказал. Не сказал? Я спрашиваю. Я вот как бы на сегодняшний день вообще не знаю, что такие организации у нас находятся в городе. Но подразумеваю, что они, наверное, все-таки есть. Потому что физиологию ее не отменишь. Потому что человек живое существо. И древнейшая профессия, жрица любви, она была, есть и будет ее не искоренить. Практически во всех цивилизованных странах мира, значит, существуют узаконенные, да, эти услуги, как бы, да. Ну, раз есть профессия, значит, должно быть место работы. А, государство взяло под контроль и получает налоги. Ну, вы смотрите, Николай I, значит, узаконил, да, эту услугу, эту профессию, да, в начале 19 века, да, в нашей стране. В связи с чем? В связи с тем, что народ начал умирать от массового заражения. Венерическими заболеваниями. Поэтому была вынуждена мера, и наш царь принял такое решение. То есть вы говорите о том, что если невозможно избавиться от проблемы, нужно ее взять под контроль. Да. Ей управлять. Да. Легализовать проституцию. Все понятно. Спасибо за ваше особое мнение. Сегодня в нашей программе был Александр Булдаков, член общественной палаты Кировской области. Программу вела Светлана Занько. Всем хорошего дня.